Это программа «День с толком» в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте! Смотрите выпуски. Контакта с воспитателями боялись? После очередного судебного заседания об издевательствах в садике «Хэппи Бэби» можно открыто говорить. В Барнауле дороги – это еще цветочки. Сколько времени требуется жителям небольшого поселка Локтевского района, чтобы добраться до райцентра? Уже уходите? Павел Тулин покидает пост директора «Алтайбаскета». Стало известно, как именно воспитатели издевались над детьми в частном барнаульском садике «Хэппи Бэби». Накануне в суде Центрального района прошло очередное судебное заседание по делу. О чем раньше молчали потерпевшие за тайны следствия в сюжете Дарьи Эйдемиллер. На этих кадрах с камер видеонаблюдения издеваются над одним из воспитанников. Сначала шлепают по попе, потом бьют в живот. А вот здесь видно, как маленький Женя, который пока не умеет разговаривать, машет ручкой «не надо», боясь контакта с воспитателем. Все дети в группе знают, что нежности от них ждать не приходится. «Видели все это и на видеоносителях, и со слов детей, которые недавно как раз только стали об этом говорить. Но что больше всего, наверное, поражает и вызывает наибольшую боль, это то, что дети все помнят. Они все помнят. Мой ребенок младший, ему сейчас 5 лет, с ним все произошло, когда ему было 3 года. Он в эти 2 года просто молчал, кормят младший». Молчали дети и о щепках, и регулярные ссылки в темные и пустые комнаты за малейшее непослушание. Всего на камерах зафиксировано свыше 150 случаев издевательства. Это по данным следствия. И более 500, по мнению родителей, пострадавших детей. «Мой малыш рассказывает о том, как его кормили в туалете. Его закрывали, выключали свет, закрывали дверь. Потом наступало время обеда в группе. Приносили в туалет тарелку с супом, с картошкой, как он говорит. Кусочек хлеба и ложку клали на пол и тарелку ставили на пол. Он говорит, мама, я не кушал, потому что я же знаю, что с пола хлеб нельзя поднимать, нельзя так есть». По словам Юлии, ее двое детей молчали об издевательствах из-за страха вновь быть наказанными. К слову, женщину допрашивали на протяжении трех судебных заседаний. Суды по садику «Хэппи Бэби» начались летом. С тех пор их состоялось почти 20. На скамье подсудимых воспитатели и заведующие. Они вину не признают. На стороне обвинения 15 родителей. «По уголовному делу в стадии представления доказательств стороны обвинения мы производим допрос в судебном заседании представителей потерпевших. Значительная часть потерпевших уже допрошена. И в ближайшее время планируется переход к осмотру видеозаписи, которая является вещественным доказательством по данному уголовному делу». Следующее заседание запланировали на 17 февраля. А пока родители намерены подать еще один иск против заведующей детсадом. Она была признана банкротом. А это значит, что не сможет возместить моральный ущерб пострадавшим. Но при этом, по данным Юлии Постоветенко, заведующая обмолвилась об открытии нового детсада весной. Также известно, что «Хэппи Бэби» продолжает работать. Правда, под новым именем. Дарья Демиллер, Николай Шелко. День с толком. Вместо 40 минут почти 3 часа. Жителям поселка Масальский Локтовского района приходится буквально штурмовать дорогу в больницу райцентра. Один из участков межпоселковой трассы превратился в снежный тоннель длиной в 6 километров. Дорожники с 25 числа не чистят там дорогу никак. Сильные бураны были, запустили дорогу. Стоит КАМАЗ, и его полностью занесенный он КАМАЗ. Если бы не послали трактор с деревни, но с колхоза, потому что там бензовоз и молоковоз застрял, то так бы мы вернулись обратно, а машины там замерзали бы. Как поясняют жители, этот участок заносит всегда, но в прежние годы сугробы с трассы убирали. А сейчас на их жалобы в Локтевской администрации отвечают, что в приоритете на очистку краевые трассы, или что ломается техника, или советуют просто не выходить из дома. При этом в Масальском поселке живет около полутора тысяч человек, и эта дорога единственная, связывающая село со всем районом. Кстати, на этой неделе в Локтевском районе вновь прогнозируют снегопад. Снег будет идти и в Барнауле. Горожане вновь ждут коллапс. Не все дороги привели в порядок еще с прошлогодней метели. Напомним, губернатор Крайвик Тартаменко ранее заявлял, что недоволен работой дорожников. Заседания правительства региона через неделю посвятят как раз этой теме. В Барнауле школьник упал на металлический штырь, скрытый сугробом. Происшествие случилось на улице Ленинградска, рядом со школой Смерсина. Вечером, направляясь на тренировку, мальчик подскользнулся на тропинке и упал в сугроб, под которым скрывался острый штырь. Несмотря на боль, ребенок добрался до дома, и его мать вызвала скорую. Этим происшествием заинтересовался Следственный комитет, однако вскоре они заверили журналистов, что мальчик, к счастью, лишь поцарапался. В Камни-на-Аби за ночь затопило значительный участок одной из улиц города, а также проезжую часть. В коммунальном предприятии пояснили, что причиной стала поломка подвода к водоразборной колонке. К ночи воду перекрыли, сегодня ремонтируют колонку. В Каменских теплосетях нас заверили, что подтопленный участок дороги сегодня же почистят грейдером, чтобы здесь спокойно могли ездить автомобили. Напомним, что два дня назад, 13 января, крупный порыв произошел в Барнауле на улице Малахова. Оказался поврежден трубопровод на 25 сантиметров. В прошлом году там же рвануло в самый мороз. Под воду ушла улица дворы близ лежащих домов. Сегодняшнего дня в Барнауле не работает магазин «Спортмастер» на проспекте Красноармейском. Сеть закрыла свой первый магазин, с которым зашла в город в 2004 году. Помещение выставили на продажу за 83 миллиона рублей. Как нам пояснила эксперт, причина такого решения в расположении магазинов сети. «Галактика» территориально близко расположена. Два магазина, причем один из них заведомо меньше по площади, значительно. Значительно меньше по площади, который не позволяет разместить их ассортимент. Он, естественно, будет терять обороты. Поломошного пояснила, что сеть знала заранее о ликвидации этого магазина. Поэтому внимание покупателей переключали плавно, привлекая клиентов различными маркетинговыми программами и обменом бонусов на товары именно в отделе «Галактики». Этот процесс занял три года. И, очевидно, сейчас «Спортмастер» на Красноармейском посещает минимум покупателей. На данный момент в Барнауле осталось четыре магазина сети. Все они теперь располагаются в торговых центрах. К новостям спорта. Алтайский баскетбол в ближайшее время лишится своего главы. Директор клуба «Алтайбаскет» Павел Тулин объявил, что покидает пост. Официальное заявление об уходе он планирует сделать завтра. Сегодня же подтвердил нам о своем решении и пояснил причины. У меня есть своя концепция развития баскетбола. Она не совпадает с той, которая есть у Министерства спорта. Но противостоять или бороться не вижу смысла. В данном случае важнее, чтобы и клуб, и федерация развались гармонично. Поэтому принял решение уйти, предоставить возможность другим людям. Напомним, Павел Тулин принял бразды правления «Алтайбаскетом» ровно два года назад, в январе 2018 года. Из наиболее амбициозных планов был выход команды в «Суперлигу-1». Увы, этого не произошло. Теперь, по словам Тулина, он покидает не только клуб, но и федерацию баскетбола, которую возглавлял много лет. Подробнее об этом и о том, что ждет алтайский баскетбол в ближайшее время, расскажем завтра. Длинные праздники закончились. Отдел по развитию туризма Барнаула опубликовал данные. И согласно цифрам, краевая столица была популярна. Местом своего новогоднего отдыха ее выбрали почти 16 тысяч туристов. Согласно статистике, гости Барнаула с удовольствием посещали музеи города, которые, кстати, впервые работали на протяжении всех новогодних праздников. Около двух тысяч гостей посетили хотя бы один музей. Также туристы участвовали в экскурсиях по историческому центру, побывали на новогодних спектаклях. Ну и, конечно, не обошлось без неспешных прогулок по нарядным Барнаульским улицам по площади Сахарова и улице Молотобольской. Ну а на этом у меня все. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Валар». До встречи. Продолжение следует...